Питца церкви впервые. Вот, это не только себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Итак, мы готовы продолжать? Это хорошо. Давайте кое-что. Закончим историю мою о моей последней работе. Давайте понимаем что-то, что я уже был через Бетлехем. Бетлехем. Я. Когда я уже находился на этой последней работе, я уже прошел свой Вифлеем. Я прошел свою Адаламскую пещеру. Я прошел Хеврон. И вот я дошел до своего места пробуждения. И в этом месте, куда я пришел, Бог дал мне сыновей и дочерей духовных. Для Царства Божьего. И вот 10-12 лет, которые я работал, это были до того, как это все произошло. Вы можете говорить, ой, я так хочу, чтобы это со мной произошло. Я так хочу это увидеть в своей жизни. Я верю, что каждый может. Но всем надо пройти процесс обучения. Если вы хотите там оказаться. Не просто здесь находиться, в библейской школе, а в школе практического служения. Заниматься, иметь часть в каком-то служении. Годы тех лет, когда ты шел просто туда, куда Бог говорил, иди. Молился, молитвы за людей столько, сколько Бог говорил, иди и молись. И когда не стоит толпа, 5000 человек, и ждет твоей молитвы, а один человек. И когда Бог говорит, иди за него одного и молись. Иди, и одного его освободи. И во множествах поездок, первых попыток, это был всего один спасенный, один освобожденный. Но ты просто остаешься верным. И спрашиваешь, что делать у Господа. И делаешь то, что Он говорит. Аминь. Все ожидают, что он делает большую вещь, но никто не хочет, что он делает маленькую вещь. Но он все равно Бог. Что Бог хочет делать большие вещи. Но никто не ожидает, и никто не хочет, что Бог делал только маленькие вещи. Но он и в тех, и в тех Бог. Он тот же Бог в маленьких вещах, и в больших вещах. И снова в Писании говорится, я знаю, что я говорил уже десятки раз, но если ты будешь верен в малым, над многим поставят тебя. И во всех этих процессах, во всех этих обучающих школах, комнатах, которые проходили мы. Или дом уборки, знаешь, который убирать надо. Когда тебе надо выгрести весь мусор. Чтобы все во мне плавило Его. Помните, в псалмах у нас есть «Благослови душа моя Господа» и все дышащее. То есть все, все во мне, просто чтобы славило Его. Я верю искренне, что в тот момент, когда мы призваны, когда мы осознаем, каково наше будет призвание, это только начало нашего процесса. И все эти изменения обучения — это процесс. И помните, как сам Иисус говорил, «Если вы последуете за Мной, вам это будет стоить». Вам надо будет отдать свою жизнь. И тогда вы сможете ее снова обрести. И где-то в течение всех этих обучающих школ, процессов, вы начинаете видеть, кто вы есть в Боге. Аллилуйя. Вы начинаете развивать или взращивать этого Иисуса, который живет в вас. Мы все ожидаем дойти до этого места, где мы можем сказать, уже не «я живу», но «Тот Христос, который живет во мне». И та жизнь, которую сейчас я живу в своей плоти, из-за веры Сынов Божьих. Я вам картинку покажу. За этим телевизором электрический провод. Какой-то. И через этот провод поступает электричество к телевизору. И зажигается свет, зажигаются эти маленькие лампочки внутри, да, и появляется свет, изображение. Когда вы родились свыше, Дух Божий пришел в вас. И Он — это электричество. Он — Тот, кто зажигает свет в вас. И тогда люди могут видеть. И чем больше мы можем видеть этого света, чем больше он проявляется, И когда света больше, то любая тьма исчезает, и нам надо больше света, чтобы избавиться от тьмы. Нам надо, чтобы вся тьма ушла. Я нуждаюсь в том, чтобы все, что было неправильно в моей жизни, чтобы оно ушло. Я нуждаюсь подчинить это под мои ноги. Потому что хочу ходить в победе Христа. Бог, поэтому мне нужна Твоя сила, Твое помазание, Твой огонь в моей жизни. И, послушайте, единственное, что нас останавливает, — это мы. Единственный, кто может нас остановить, — это мы. Дьявол не может остановить Духа Святого. Он не может остановить Святого Духа. Потому что это сила Божья. Это сила, которая принадлежит Господу. И в Псалмах даже не один раз написано, что это сила, которая Богу принадлежит. Враг это остановить не может. Но вы можете позволить врагу зайти в вашу жизнь и остановить эти действия. И остановить Духа Святого. Дух Святой приходит только по приглашению. Когда мы приглашаем Его, чтобы Он проложил Свой путь в нас, чтобы Он жил в нас, чтобы Он обитал в нас, чтобы Он действовал в нас. Чтобы показал нам Христа. И Он нас всему этому может научить. Он нас учитель. Он направит нас на всякую истину. Он готов показать нам все. Но в то же самое время, как Он показывает это, Он открывает, Он вскрывает вещи. Ласково и нежно касаясь нашей жизни. И когда Он проявляет нам какие-то вещи из прошлого, Он указывает на них. Давайте, например, возьмем нашу волю. Потому что в нашей душе мы знаем, кем мы являемся. Мы все имеем интеллект, эмоции, волю. Это то, что создает нашу душу. И в конце дня, подводя итог дня, Бог хочет нас. Всех нас. Люди говорят, «О, я отдаю свою жизнь Ему». Я исповедую Христа. Я приглашаю Войти Его в мое сердце. А потом идет процесс, который прорабатывается в вашей душе. Я верю, что когда человек исповедует своими устами, говорит это вслух, он принимает Бога, он получает спасение, что он рождается свершим. И принимает уже зародыш Духа Святого. И это семя через Дух, это Христос. Но это то, что должно возрастать в нас. И это то, о чем мы учим, проповедуем, говорим. Мы говорим о Боге, который возрастает в нас. Мы в библейской школе, и мы ожидаем здесь, что Он будет расти в нас. Мы хотим этого. Ну, чтобы расти в нас, мы должны отдать Всех себя Ему, всю свою Личность. А Он работает шаг за шагом, кусочек за кусочком. Я хотел бы сказать вам, что это легко, вот один раз отдали всего себя, и все. Но это день за днем. Это день за днем. Это процесс. И знаете, что у нас будет? У нас будут хорошие дни. Когда мы в конце дня ложимся на наши подушки и говорим, Боже, я весь день Тебе отдал. Все, что Иисус просил меня на сегодня, я все сделал для Него. Он говорил это и это, и я делал или отдавал Ему. И я положил все это на алтарь. Это как вопрос воли. Иисус имел волю. И помните, Он просил, Боже, проведи мимо меня эту чашу. Это было тяжело. Он не хотел ее проходить. Но в конце этого опрошения Иисус все равно сказал, но не Моя воля, а Твоя да будет. Мы молимся, да, молитвой, Отче наш, Отец будет прославлен на имя Твое на небесах. Пусть Твое Царство придет, да, и пусть воля Твоя будет. Мы хотим, чтобы воля Божья исполнилась. Мы все верующие христиане должны хотеть, чтобы воля Божья исполнилась. Но Он не производит Свою волю через вас, пока вы не отдадите Ему всю Свою волю. Он не разделяет славу с Вашей волей. Вы должны сказать, не моя воля, но Твоя. Но не мои мысли, но Твои. У нас у всех есть образ мышления, и мы все по-своему мыслим. Но мы должны отдать этот разум Ему и сказать, Господь, я хочу иметь разум Христов. Боже, я должен научиться смирять себя, отдать Тебе свой разум и принять разум Христов. И у нас постоянно будут эти испытания, эти тесты, проверки. Я могу стоять в очереди в супермаркете или в магазине, платить за свои продукты. И я могу увидеть, кто-то спорит напротив меня, стоит. И кто-то занимает чью-то позицию. И вы наблюдая это, тоже можете принять чью-то сторону, когда слышите диалог или спор. А потом ловишь себя на мысли, думаешь, что ты делаешь? Ты уже чью-то позицию занимаешься. И тут же Господь тебе проговаривает, ты миротворец. Ты должен мир принести, ты должен принести мир. А я чувствую, как моя плоть восстает и уже занимает чью-то позицию. Вот это ты права, это ты права. И я вижу, как моя плоть уже готова говорить, вот как должно быть, я поддерживаю того или того. А Бог говорит, ты миротворец, сделай мир. Абсолютно противоположно от того, что я думаю. Я был готов уже судить. Я уже спорю, я уже говорю, да я видел, что здесь было. Я уже готов занимать позицию. А Бог говорит, я к тебе этому не призвал, я призвал тебя приносить мир. И это во всяких ситуациях. Неси тебе. И я использую это для вас, как иллюстрацию. Чтобы вы осознали, что мы принимаем решения всякий раз. Мы или позволим Богу возрастать в нас, или будем пытаться делать это сами по себе, своим путем. А потом мы пытаемся играть даже с Писанием, притягивать Писание, говорить, вот, смотрите, Писание говорит это и это. А потом мы пытаемся людей взять на нашу сторону и говорить, ну что, разве ты не видишь, что Писание говорит? Мы постоянно в этом обучающемся процессе. Так много раз, так постоянно, когда проблемы с братьями, с сестрами. Когда я сталкиваюсь с братьями, с сестрами в какой-то ситуации, всегда думаю, что ты собираешься сказать? Я буду говорить им это, это или вот это. И уже целый план проповеди, как буду обличать человека. И репетирую, как я буду им это рассказывать и насколько я прав. И я же знаю, что я прав по Писанию. Но я знаю, что большинство побед в моей жизни я приобретал тогда, когда говорил, прекратите это. И говорить, Бог, что ты мне пытаешься показать? Что ты хочешь в моем сердце сделать? И подчинять свою волю Божью. Большинство этих ситуаций, когда я так себя вел, он разрешал. А их было большинство, горы просто таких ситуаций было. И он просто все решал. Так что можно выбросить свои записи, наметки, как вы кого будете обличать. Он делает это все намного проще. У нас также с волей есть душа. Ваш дух, он спасся сразу, а ваша душа в процессе спасения. И ваша душа, она в процессе спасения. Мы в процессе нашей души, да? Мы учимся ходить с Иисусом, учимся приносить плоды. Мы учимся показывать Иисуса, ходящего в нас. И Давид дошел до этого места, где он уже ходил с Господом, и ему комфортно было. Где он слышал Бога, идти мне или не идти. Он построил этот дом, он построил эту крепость, он слышал от Господа. Поэтому первый принцип, который мы можем вынести в наших духовных бранях, что они все духовные, а не против плоти и крови. И если вы хотите сравнение с Ветхим Новым Заветом, то в Ветхом Завете это были филистимляне, которые постоянно на пути выскакивали. В Новом Завете это духовные правители. Власти, начальства, и то, что мы читали в Ефесянам. В Ефесянам 6.12, что наша борьба не против крови и плоти, но против принципалитей, против сил, против правителей, против правителей этого мира, против духовных браней в высоких местах. Мы читаем о том, что наша брань идет начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего и против духов злобы поднебесной. И что самое удивительное, что мы знаем это, но когда вы под давлением, и кто-то что-то вам сделал, люди могут встать на вашу сторону и говорить, так ты же прав. Ты прав. И ты чувствуешь, как плоть лезет и растет. А мы должны сами себя возвращать и напоминать себе, что это духовные брани. Мы хотим больше Иисуса. Тогда ночь становится темнее и темнее. Испытания будут сильнее и сильнее. Тот же Бог. Все так же верен. Но будет больше давления. Больше тестов. Испытаний. Но мы должны не забывать то, как говорил Давид. Я разрывал льва и медведя и разорву любого гиганта. И мы заходим в эту землю и захватываем эту землю точно так же и в духов. Второй принцип в духовной брани. Помните, что сражения мы ведем из нашей крепости, из нашей твердыни. Ну, хорошей твердыни в правильном смысле. Какую бы войну ни вели, против какой бы стены вы ни сражались, вы подчиняетесь Господу. И мы помним, что Давид в Псалмах говорил, что Господь моя крепость, прибежище, и в нем мое убежище. И мы должны вести духовную брань из этого защищенного места, места убежища и крепости. У нас его нету, но у Бога оно есть. В Боге оно есть. И Писание говорит, что во Христе мы будем иметь победу во всякой ситуации. В нем. И что же это означает? Это означает, что в каждой ситуации Он покажет вам, что Господь бы сделал. И мы должны иметь терпение, и мы должны иметь надежду, мы должны полагать свой якорь надежды на Господа и ожидать, сказать Господь, покажи мне, как бы ты повел себя, как бы ты отреагировал. Когда я был молод в Господе и был испытан, А однажды Писание просто выскочило на меня, вот этот отрывок, где написано люби соседей, да, ближнего своего, соседа своего. И я осознал, что Господь, я как-то соседей своих, как прям самого себя, не очень-то люблю, а я 3-4 года уже в Господе. Мой сосед был наркоманом, алкоголиком, бил жену. И я сказал Господу, я не люблю его, как ты говоришь, люби ближнего своего, соседа своего. Но я хочу вот пройти этот тест. То, что я верю, то, чему я доверяю, что ты живешь во мне. Поэтому я позволю тебе любить его через меня. Я хочу позволить тебе использовать мои эмоции, мою волю, мой разум. Я не буду делать то, что я бы с удовольствием сделал, я буду делать то, что бы ты сделал. Я помолился этой молитвой. И поехал в миссионерскую поездку. Очень бедный остров, и я был там 3 недели. Я вернулся домой. И сосед еще один через дорогу пришел, говорит, что у тебя там в саду? И выглядело, как змея, которая черная лежала в саду. И я начал идти по... И этот провод подкреплен был к энергощитку моего соседа. И я прошел до другого конца. И он подсоединился к моему щитку. Он электрик. Потерял работу, потерял все, нет денег, чем платить. И так как электрик подсоединился к моему электричеству и воровал мой свет. И вот этот второй сосед спрашивает, ну что ты сейчас с ним сделаешь? А я сказал ему, я говорю, я не знаю. Я не буду ничего сам делать. Но я пойду, спрошу, что Господь во мне собирается с ним сделать. И прошла еще неделя. И я увидел этого соседа. Приехала полиция забирать его машину, потому что у него не было денег даже за машину заплатить. И полиция увидела этот провод. И они подошли и сказали, если ты нам пожалуешься на это, мы его арестуем. И я говорю, Господь, что же мне делать? Жаловаться ли нет? И Бог говорит, нет. Я умирал внутри. Я просто умирал. Я хотел что-то сделать. Бог сказал, ничего не делай. Еще неделя прошла. Я снова его увидел. И он говорит, мне кажется, мне надо в церковь прийти. И я говорю, ты думаешь? Стоит. Я думаю, хорошее начало. И я снова ничего не сказал ему. Он сказал, ничего не говорить. Еще неделя пришла. И Бог говорит, не иди сегодня на работу, останься дома. И я остался дома. И я сидел на заднем дворе, читал Библию. И я смотрю, бежит этот сосед ко мне. Маленький заборчик, и он перепрыгивает и бежит ко мне. И у него в руках что-то. И он добежал до меня. И он говорит, Ты покажешь мне, как прийти к Иисусу? Я хочу спастись. Любовь Христа привела его к Господу. Его дети вернулись, жена вернулась, бизнес вернулся, работа вернулась. И что Иисус заставил меня сделать? Просто убраться с дороги. Просто заткнуть свой рот и не говорить. Любить. Он любил его. Он просто любил его. И человек спасся. И поверьте, я ни одного слова о Христе ему не говорил. Аллелуя. Мы должны отдать себя чтобы Иисус мог двигаться. Он не будет насильно двигаться в вас или через вас, чтобы сделать что-то. Он только если вы позволите это сделать. Когда вы приглашаете его. Я не хочу, чтобы это быть я. И говорите, Бог, я устал от себя самого. Я не хочу. Я не спасаю людей. Я не меняю людей. Я не могу это сделать. Но ты можешь. Ты должен это сделать. И я отдаю тебе себя, чтобы ты меня использовал. Я отдаю тебе мою душу. Давай двигайся. Действуй через молитву. Используй меня. Аллелуя. Помоги нам, Господь. Помоги нам, Господь. И это то, что нам необходимо сделать. Починить себя Господу. Как в Иоанне, в Якове написано, принесите себя, отдайте себя Господу. Тогда у нас будет сила противостоять врагу. И написано в Писании, что если мы починимся Господу, тогда враг убежит. Он не боится нас. Он боится Христа в нас. Когда он видит Бога в нас. И он не может увидеть Иисуса, пока он видит вас. Аминь. И это очень ясно. Написано четко. Ты должен умереть, чтобы Бог мог жить. Тебе надо сдаться. И сказать, это не я. Это Христос в Вами. Как это должно выглядеть? Покажи мне, Господь. Покажи мне, как любить. Покажи, как говорить. Покажи, как говорить добрые слова. Как быть использованным Тобой. Покажи, как быть пособленным. Покажи, как быть послушным. Покажи это. И поверьте, Он покажет вам. И для Него это радость показывать это в нас. И ходить с нами. Аминь. Не забываем, что мы сражаемся в Нем. Он наша крепость, убежище в Нем. Он наше безопасное место. Я ничего не могу делать. Иисус сказал это. Он сказал, без Отца я не могу ничего делать. Я не делаю ничего. Мы должны быть способны сказать, то же самое. Мне надо умереть и сказать, я это сам не могу. Но Господь может. И отдаю себя Ему. Мы должны дойти до этого. И вы можете дойти к такому состоянию только через подчинение. Нас часто учили быть такими крепкими, сильными. Не сдаваться. Будь мужественным. Нет. Написано, когда вы слабы, Он силен. Когда мы подчиняем себя под Него, Он становится сильным в нас. Но Он не выйдет вперед, если я стою упрямо и говорю, я могу, я сделаю, я знаю как. Он будет ждать. И будет ждать, пока хватит ваших сил. Насколько вас хватит. Он терпелив. Он будет ждать. Пока что-то не сломается у вас. Потому что враг любит забирать от плоти. Он любит воровать. Он любит забирать от вас. Грабить вас. Он знает вас лучше, чем вы себя знаете. Враг знает, когда мы что-то удерживаем. И Он ждет. Чтобы искусить нас. Чтобы мы проявили слабину. Поэтому мы должны себя подчинить под Бога. Послушайте, Бог и так все знает. Отдайте это. Скажите Ему, я слаб в этой области, мне нужна помощь, но я здесь не могу сам. Я хочу, чтобы ты был... Я нуждаюсь, чтобы ты был сильным в этой области, во мне. Отдайте это Ему. Церковь иногда делает нас виноватыми, что у нас есть какие-то сложности. Это грех. Да, конечно, это грех. Это неправильно. Но не так с этим разбираются. Момент с этим разобраться, это сказать, да, Господь, это грех, я исповедую его, но мне нужен Ты, чтобы я был сильным здесь. Чтобы быть сильным в моей слабости. И я приглашаю Тебя быть сильным во мне, чтобы я выстоял. Аминь. И он любит такой метод. Он не стоит с молотком, чтобы стукнуть вас, или выгнать вас. Он хочет быть сильным в вас. И это часть духовной брани, подчинить себя Христу. Давид сделал много ошибок. Если мы просто будем перелистывать и перечислять все ошибки Давида, их куча будет. Но говорится, что он муж по сердцу Божьему. Он знал, как покаяться. Он знал, как сказать, я здесь ошибся, я сделал ошибку. Я отдаю это Тебе, Господь. И я снова встану. Я снова встану. И я захвачу эту гору. И я выгоню этого врага. Он был истинным воином. Аллелуя. Он всегда вел борьбу, это тоже можно как записать, или это у нас записано, с сильной позиции, с защищенного места. Always go to the fort to fight from there. Fight with the view of God, not with your view. Сражайтесь со своей горы, сражайтесь со крепости на своей горе, с того, где вы видите, как Бог видит, а не как вы видите. С того места, где вы видите Божьими глазами. И это часть умершвления своей плоти. Тысячи раз в день вас будут посещать мысли, как вы это со своей точки зрения можете сделать, и выгнать врага, и победить. И вам тысячу раз надо связывать это помышление в подчинении Христу и выбирать Божьи методы. Поэтому сражайтесь с позиции силы, со своей защищенной крепости. Всегда возвращайтесь в это защищенное место. Неважно, сколько тысяч мыслей вас посещает, всегда говорите, я должен сражаться с места безопасного. И единственный путь сделать это — подчинить себя Христу. Подчинять себя Ему. Это я, это я, я стою в нужде и молитве, это мне нужно ответ. И песня есть на английском, где говорится «Вопрос не в брате, вопрос не в сестре, вопрос во мне». Потом, следующий пункт для атаки, нам необходимо принять Божье направление. Помните, мы читали, филистимляне напали, и Давид вопрошал «Бог, что мне делать?» И в обоих там битвах был тот же самый враг, одно и то же. Но Бог вел разными способами. И мы'll just talk about that a few minutes when we come back, and then we're going to pray for you. Поэтому мы вернемся после перерыва. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok